Доброе ранее утро и дорогие. Мы продолжаем катать EvoTrek Simulator 2 версия 1.46. С вами Олег Драйвер. Давай в дорогу. Что у нас сегодня происходит и где я нахожусь? Нахожусь я в пригороде Парижа. Вот в той стороне сам, собственно, центр. Здесь есть мой гараж в этом пригороде. Сюда я вчера заехал на отдых. Хорошо отоспался, хорошо отдохнул, принял душ, поужинал. Здесь есть все условия для этого. Так, ну что, это мой трак EvoCastralis 450 лошадей, 12 коробка ZF. Механик вчера все проверил, все отлично, все хорошо. Давай сейчас маленько обойдем, садимся и отправляемся в путь. Время уже начало, начало восьмого. Так, все в порядке. Все закрыто, все хорошо. Уже светает на улице. Немножко прохладновато, но в принципе это нормально. По ощущениям где-то, по-моему, даже 10 градусов нет. Может быть из-за влажности, хотя здесь до берега далеко 300 километров. По прямой-то ближе будет. Так, за руль. Так, сейчас посмотрим. Поехали. Так, ага. Так, топливо. Кстати, сейчас заправиться надо. Здесь у меня своя колоночка же есть. Вот сейчас полный бак и зальем. Что у нас по градусам? Да. Ух ты ж, всего-то плюс два. Я думаю, что мне так прохладно там блин, а? Но днем все равно будет где-то градусов 12-15. Приблизительно. Так, ладно. Все. Поехали сбором. Ввезу я 18-тон моторного масла в порт Галайз. Ну, по-русски пишется Кале, а по латинице пишется Галайз. Так. Так, бак у меня справа стоит. Разумеется, правой стороной и подъезжаем. Но здесь шланги, шланги на моих заправках длинные. Если что, можно и перекинуть, это вообще не проблема. Сейчас зальем. Цена евро 83. Это грабеж, это возмутительно. Евро 83. Ты что, обалдели что ли? Да, получается намного дороже, конечно. Но это, ребят, Франция, Европа. 320 литров я залил с полутиной. Почти на 600 евро. Нормально. С твоими-то тут миллионами. Тебе не жадничать? Да не, я не жадничаю. Тут, хочешь не хочешь, все равно тут затуплю. Вот оплатить надо. Ну, а как вы хотите? У нас тут все участники. Поверните налево. Не хочешь поезжать ради бога. Спасибо тебе сейчас скажу. Держи благодарочку. Двигайтесь прямо. Так, что у нас там по времени? Восьмой час. Нормально. Еще запора в колесо. Приготовьтесь к повороту налево. Поверните налево. Стоим симофор, ждем. Кляник едет. Поверните налево. Поверните налево. Поверните налево. 250-километраж на цели. Ну, там уже он уже сам, что он не успел. Пойдя-я-я-я-я-я. Так. Ну, ждем, сейчас этот поедет. Поехали. Не хватает дополнительного дублирующего светофора через перекресток. За окном золотая осень. Так. Погода великолепная. Сухо. Посадков мало. Так. Нам надо придержаться. Так. Радио-то еще включаем. Держитесь правее. Затем съезд справа. Съезд справа. Съезд справа. Съезд справа. Съезд справа. ВОСТОРНИЯ ГОВОРИ В СВЕТОРА РЕЖИМ АБУЧЕНИЯ АККИВИРОЙСЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМАНДЫ КОМАНДЫ ИНАЧЕ ДОМАШНИЯ РОБОТЫ КОМАНДЫ НАУЧАТСЯ ИНО ЧТО ЛЕЖАТЬ НА ДИВАНЕ СМОЭТИ СЕРИАЛЫ И ИГРАТЬ В КОМПЮТЕРНЫЕ ИГРЫ так мало кому захочется иметь в квартире лежит такой на диване вести это все на такая ходе робота купила душ лежит на диване пузырь вверх смотрит хоккей и футбол еще робот такой же а если еще роботы начнут научиться жрать и бухать это будет до екатеринбурге тюмени от пяти до семи градусов мороза небольшой снег сургуте днем до минус 22 большой снег похолодания в иркутске красноярске минус 5 минус 7 без существенных осадок в морганске пройдет небольшой снег днем до минус 5 в Калининграде плюс 1 плюс 3 небольшие осадки в Казани и в Нижнем Новгороде минус 1 минус 3 в Краснодаре и Сочи пройдут кратковременные дожди днем до плюс 20 градусов в Ялте и Севастополе днем от 8 до 11 градусов со знаком плюс пройдет небольшой дождь и похолодной реклама по обновленной Европе в этом профиле не катался директор обследования и лечения пациентов с различными гинекологическими заболеваниями по фиксированной цене 5000 рублей на базе к береге проводится оперативное лечение давненько я тут не ездил да в каком-то в одном из других профиле катался так как в организме все в том, что я не сам был иного, я был и не помню что я родился в Францию я не знаю, что это прокатился несколько раз и имеются противоказания необходимые упражнения Держитесь лидея потом под какой-то причиной я убрал этот профиль у меня бывает такая фигня что-то мне понравилось решил по-другому маленькому историю профиля создавать я нахер все удаляю, о чем это лучше но вот этот профиль я уже удалять не буду потому что тут идет так, как мне все так хочется и очень опасно я бы назвал все это на случай колоксидеры гаражей штамберей и прицеп пуху куча гаражей, куча траков куча прицеп пуху но все идет как бы не просто хаотично прицепы покупаю а в своем подъеме порядке в траке покупаю и включаю тоже в своем подъеме порядке есть своя система и не просто так это взял это взял в москве 18 часов новости в студии Наталья Христова здравствуйте дисбаланс в мировом продовольствии вызван непрофессиональной политикой при этом Россия свою продовольственную безопасность обеспечивает по большинству ключевых параметров об этом сегодня говорил Владимир Путин на церемонии запуска племенного центра по воспроизводству индейки в Тюменской области президент также отметил что Россия будет и дальше помогать странам которые столкнулись с дефицитом продовольствия из-за авантюрной политики запада отмечу что принятые нами ранее решения по поддержке АПК отраслевой науки сработали мы обеспечиваем свои потребности и находимся в числе ведущих производителей помогаем и будем помогать странам которые сталкиваются с дефицитом продовольствия из-за тех дисбалансов которым привела авантюрная без всякого преувеличения авантюрная непрофессиональная политика некоторых западных стран хочу еще раз поблагодарить всех наших тружеников агропромышленного всех тружеников сила за работу но мы обязательно должны двигаться дальше видеть и реагировать на проблемы на сегодняшний день мы обеспечиваем продовольственную безопасность по большинству ключевых параметров по зерну сахару растительному наслуженной продукции и побольше многим другим составляющим отдельно отмечу и успехи производителей мяса и мясных продуктов помимо посещения внутреннего рынка наши животноводы и птицеводы экспортируют свою продукцию в более чем 110 стран продукции продукции экспортируют продавец бюджет продавец сторонах 2000 на горы. Попробуйте эту страду раскачать, чтобы не пока начало работать продовольствие, чтобы появилось. По всем этим позициям за 9 месяцев текущего года, чтобы зерно появилось достаточно количество. Мы, конечно же, рассчитываем на сохранение положительных продуктов. Продовольствие и безопасность – это все равно что, военная безопасность. Но это достигает полной обеспеченности. Это средь никому так и есть. А, из, она уже подъезжает, осталось совсем немножко. Другим темам дня в Херсонской области уничтожена украинская диверсионная группа, которая пыталась переправиться на левый берег Днепра. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Коношенков. По его словам, отбиты украинские контратаки на южно-донецком направлении в районе населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка и Поповка. На южно-донецком направлении подразделения вооруженных сил Украины безуспешно пытались контратаковать, чтобы восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Новомихайловка, Владимировка и Поповка. На южно-донецком направлении вооруженных сил Украины предприняли в виду успешную попытку атаковать подразделения российских войск в направлении населенного пункта… Так, ну сегодня где-то к вечеру можно другое водитель приехать в другом стрависе. Там где-то 500 лошадей, 500-556 лошадей, около 300. Самое мощное стрависе, так сказать. Держитесь правее! Вот тут тоже с прицепом таким же, как этот, с боковыми дверями. На Купятском направлении упреждающим огнем артиллерии тяжелых огнеметных систем по районам сосредоточения живой силы вооруженных сил Украины сорвана попытка противника атаковать в направлении населенного пункта… Съезд справа. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, 2 брони автомобилей, 4 пикапа. На Красно-Лиманском направлении противник пытался атаковать силами двух ротных терапевтических групп в направлении населенных пунктов Голикова и Червонопопов на Луганском Традионе. Огнем артиллерии по местам сосредоточения подразделений вооруженных сил Украины противник был рассеянным. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих, 3 боевые машины пехоты и 1 бронированная машина. В Кремле обеспокоены ситуацией вокруг Запорожской АЭС. Москва призывает не просто фиксировать обстрелы, но и то, что они ведутся со стороны украинских вооруженных сил. Напомню, в Минобороны наши страны сообщили, что украинские войска в субботу и утром воскресенья выпустили более 20 крупнокалиберных артиллерийских снарядов по территории Запорожской атомной электростанции, а также ПАЛЭП, питающие ее. Беспрецедентно назвал эту ситуацию глава богатыра Фальгроси. Он призвал прекратить обстрелы, но вновь молчал о том, кто именно их ведет. Возможно, ситуация в Кремле, нельзя говорить об этом, кто здесь ведет. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрия Песокова. Он уточнил, что не может говорить за Минобороны, но подчеркнул, что в Кремле никаких обсудений на этот счет нет. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября докладывал президенту Владимиру Путина о завершении частичной мобилизации в России, которая началась 21 сентября. По словам Шойгу, были призваны 300 тысяч человек. Никаких дополнительных заданий в рамках частичной мобилизации не планируется, сказал тогда Шойгу. «Новогодние каникулы в следующем году могут продлиться на день, заявили в Санфедии. Если закон о объявлении 31 декабря о праздничном дне упримут уже в этом году, то грядущие новогодние каникулы станут на день длиннее, пояснили в Сенате. Ну это логично сделать эти первые праздничные дни. Новый год сегодня, и все такие еще работают там, да. Когда там предотвратить там все? Держитесь правее, затем съезд справа. Съезд справа. Декабря приходится на субботу, а всего на Новый год россияне будут отдыхать 9 дней по 8. Приготовьтесь к повороту налево. Официальные курсы валют на завтра. Доллар 60 рублей 74 копейки. Евро 62 рубля 12 копеек. Поверните налево. Погода. По данным синоптиков центра ФОБОС, в Петербурге завтра без существенных осадков. Свой бизнес вместе с цифровой экосистемой Газпромбанк Бизнес Онлайн. Решайте любые задачи от открытия счета и выпуска бизнес-карт на бухгалтерской отчетности. Экономьте время и средства. Экосистема Газпромбанк Бизнес Онлайн. Топ-3 цифровых сервисов для бизнеса. Подробнее на Газпромбанк. Банк ББАО. Кира. Банк. Банк Б si в ноябре 354 реклама. У нас две, 18 часов 8. Иллюзия власти. Сергей Судаков. Добрый вечер. Двигайтесь прямо. Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Двигайтесь прямо. Ого, гараж можно тут купить. Поверните налево. А пока вы формулируете, мы, пожалуй, и начнем. Тем более, что событий довольно много, и какие-то события попадают в то, что называется новостей, а какие-то такой одной строчкой проходят, и как будто бы, как будто бы остаются независимыми. Есть такое совершенно... Дело в том, что очень... Такая бронзуная, такая мощная. Приготовьтесь к повороту направо. Каждая страна вычленяет некое такое свое событие, которое может быть интереснее. Поверните направо. Французы, конечно же, говорят о специальных культурных посланницах на сегодняшний день, которые просто очень сильно удивили политически всю французскую общественность, и до того, что человек... Ну, мягко говоря... Приготовьтесь к повороту направо. Поверните направо. Вы прибыли. Который в неком конкурсе стал премьер-министром Великобритании, он попросту является, наверное, самым неподдерживаемым премьером со всей истории. Может быть, такой технический премьер, то, что у нас называлось, когда человек... Ну, лицо круга. Не более того. Есть круг в его партии, который решает, как жить. Он... Технический премьер. Да, он лицо. Не более того. Ну, соглашусь. Просто технический специалист, который пришел на какое-то время. Ну, многие британцы полагали, что на какое-то время он должен прийти и заботиться, прежде всего, проблемами британцев. Это же нормально, когда человек, прежде всего, не заботится проблемами всего мира, а занимается именно проблемами тех, кто за него голосовал. Кто за него не голосовали. Однопартийцы также за него не голосовали, его просто выдвинули и назначили. И вот британская пресса. Она как-то очень сильно утихла по поводу Украины в целом. Они вроде бы... Ну, есть вял текущий конфликт, и он ушел с первых полос. Раньше он был просто на всех первых полосах, что мы должны сделать все для того, чтобы побыстрее закончить эту войну. При этом механизмы побыстрее закончить войну означали, что мы должны выделять больше и больше средств на эту войну. Чем больше мы заплатим, тем быстрее мы получим дивиденды. А тут газеты начинают писать об очень интересном курсе. Вы знаете, что, например, лидерами в поставке нефти становятся три страны, которые поставляют эту нефть как раз в Великобританию. Ведь удивлены. Это Польша, это Литва, это Эстония. Ну, до недавнего времени была Россия, поэтому я совсем не удивлен. Понимаете, в чем дело? Хорошо. Места полно. Вставай как хочешь. Называется. Радио выключаем. Так. Время полдвенадцатого. Слушай, красота. Так, сколько нас будут разгружать? Давайте посмотрим. Так, пятница с половиной двенадцатого. Посмотрим, как быстро французы умеют разгружать. Не продержит, я надеюсь, меня несколько дней тут, да? Не, в пять. Слушай, вообще красота. За сорок с копейками минут меня разгрузили. Так, теперь, где мы будем вставать? Ну, здесь стоянок полно. Здесь есть сервис. Тут есть стоянка. Давай, наверное, вот я сейчас выхожу. Сюда. И пряменько здесь, рядышком. И здесь я встану. Гараж этот не мой. Я его пока не покупал. Встану. Посмотрим, что за стоянка здесь. Посмотрим, посмотрим. Если что, психаную. Заеду, куплю гараж. Если там стоянка таких видов, что... Не пожрать, не посрать. Извините за мой французский. Так, с богом. Все разгрузили. Все. Сейчас посмотрим. Я заезжал, не обратил внимания, что за стоянка тут есть. Не проблема заехать и купить гараж. Абсолютно вообще не проблема. Как говорится, цена не имеет значения, да? Такое главное такое, значит, выражение в таких случаях. Если стоянка нормальная здесь, то я здесь машину уставлю. Так. А, нет, подожди, нет. Надо дальше, 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 дальше. Вот сюда. Ох ты ж, смотри, тут еще отель, отель. Все дела. О, первый третий. Это я удачно зашел. Так. И что-то стрелка направо. О, как хорошо. Просто, очень просто так. Давай вот. Не, сюда машину. А, нет, сюда, сюда. Вот только вот здесь можно поставить. Только сюда. Отлично. О, красавчик. Да кто красавчик? Я красавчик. Кто красавчик? Я красавчик. Ну, я нормально, в принципе, там нормально. Потом развернусь. Ну да, аккуратненько, аккуратненько. Так, раз, 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 раз. Все, все дела. Или можно будет кормой. Аккуратно выехать и туда. И потом сюда. Но это уже на другом траке. И это будет уже другая история. Скорее всего, это будет уже другая сессия. Так. Ну что ж, друзья, спасибо за просмотр. Спасибо, что были со мной. Оставляйте комментарии, оценивайте это видео. Подписывайтесь на канал, бейте в колокол, чтобы быть в курсе выхода следующих новых видео. Переходите по ссылкам под этим видео на мою страницу ВКонтакте, на Facebook. Смотрите плейлист Таркдайвер Олег. Реальная экономика, Суровая Россия. А, нет. А, ссылок этих тут нету. Пардон, пардон, пардон. Все на канале. Все, ребята, на канале. Так, ну что ж. А, по ссылкам-то переходите, да, на ВКонтакте. Добавляйтесь, буду рад. Если есть какие-то вопросы, задавайте в личку ВКонтакте. Всем спасибо. Всем пока. Увидимся. До новых волнующих. Ой, до новых волнующих. Субтитры сделал DimaTorzok